За плечами 11-летней Альбины Суняевой пять сложнейших операций. В три года ей был поставлен страшный диагноз – сколиоз. Болезнь очень быстро прогрессировала, и к пяти годам она могла только лежать. Сейчас в это трудно поверить, но врачи и ежедневные занятия с мамой по специальной методике помогли девочке уверенно сидеть, хотя бы в инвалидном кресле. И в школу Альбина пошла в обычную. Альбина – артистка со стажем. В ее творческом багаже выступления и победы на городских и областных конкурсах, фестивалях в художественном танцевальном коллективе – мечта. Но полгода назад у Альбины начался новый этап. С января месяца пришла девочка-волонтер Даша Сергеева, и они стали танцевать еще, помимо того, что она в мече танцевала, ей стали танцевать еще отдельно инклюзивной парой. И за короткий срок, за полугодие, мы создали с ними три танца. Они выступали во многих учреждениях нашего города. Совсем недавно инклюзивную танцевальную пару Альбина Суняева-Дарья Сергеева пригласили принять участие в международном фестивале «Алтын Майдан Крым», который будет проходить 17 августа в Евпатории. Я очень-очень хочу поехать на конкурс, но придется полететь на самолете. Немножко страшновато. Альбина каждый день репетирует, пока без Даши, которая уехала на каникулы к бабушке. Но совсем скоро дуэт воссоединится и готовится к конкурсу девчонки начнут основательно. Конечно, очень важно побывать на этом конкурсе, потому что это совершенно другие перспективы, это совершенно другой уровень. И на самом деле у них очень хорошие возможности для того, чтобы занять призовое место на этом конкурсе. Они очень много занимаются, они очень много работают над этим, стремятся к своей цели. И когда она побывает, я думаю, для нее это будет не просто опыт, это будет, может быть, часть ее жизни, которая продолжится в дальнейшем, может даже вырасти в карьеру. Но пока поездка Альбины и Даши под вопросом. Общая стоимость 10-дневного пребывания около 110 тысяч рублей. У мамы Альбины, Марины, которая одна воспитывает девочку, таких денег нет. Часть средств, а именно перелет, готов оплатить благотворительный фонд «Дорога к дому». Осталось собрать 58 тысяч. Такова стоимость мечты Альбины. Я хочу обратиться к вам, граждане города Череповца, чтобы вы помогли мне осуществить мечту Альбины, что эти танцы у нее часть ее жизни, чтобы она дальше танцевала и верила, что она это сможет. Перечистить любую сумму можно на расчетный счет Марины Хомалинской в Сбербанке или на банковскую карту по номеру телефона. Их вы видите на своих экранах. Девочка верит в чудо и без помощи добрых волшебников не обойтись. Светлана Валивач, Татьяна Кудрявцева, Новости.